Добрый день! Летчик-испытатель РСКМИК Дмитрий Селиванов. Расскажите, пожалуйста, о вашей летной практике, что вы чувствуете в небе и чем все-таки эта профессия, именно летчик-испытатель, отличается просто от летчиков? Ну, летчик-испытатель это верхушка летной брати, так скажем. То есть, я думаю, каждый профессиональный летчик мечтает стать летчиком-испытателем. Не всем удается, конечно, но для меня это очень интересная работа, я очень рад этой работе. Очень интересно испытывать новую технику, новые режимы и расти профессионально в этом плане. Машина соответствует всем требованиям, которые предъявляются истребителям пятого поколения. Может быть, может конкурировать, так скажем, ну, чуть-чуть, может быть, не дотягивать до пятого поколения. Но, как летчик, скажу, машина очень хорошая, машина может многое и на ней очень приятно летать. В первую очередь, молодежи, которые мечтают стать летчиками, штурманами и вообще летным составом, нужно заботиться о своем здоровье. Ни в коем случае никаких вредных привычек, ни курения, ни алкоголя. Это, как бы, основополагающее этой профессии – это здоровье. Далее, понятное дело, хорошо учиться. Ну, далее развивать в себе какие-то, знаете, навыки быстрого мышления, так скажем. То есть мышление, но они в процессе потом тоже развиваются. Какие-то в экстремальных ситуациях, я не знаю, в экстремальных ситуациях в плане дефицита времени. Ну, а вообще быть просто хорошими ребятами. Но самое главное, я говорю, самое главное, на что они могут сами непосредственно повлиять – это здоровье и учеба. Именно, именно, ну, основные предметы, конечно, это математика, геометрия, физика. То есть здесь для именно поступления нужна база вот в этих науках. Далее, конечно, при обучении это все разовьется. Ну, как бы, обучат всем тонкостям, каким-то особенностям. А так, не сверх люди летают, просто не все этого добиваются, у некоторых не хватает, там, терпения, допустим, или какой-то воли. А тот, кто хочет, тот всегда в киндзе добьется. А вот наличие математического склада ума, оно как-то помогает в полете, ориентироваться, принимать решение? Честно говоря, в полете о математике не думаешь. Ну, полет, полету рознь тоже. В каких-то полетах, в плане, если возьмем испытания, думаешь, конечно, о науке. И, как бы, научная база важна. В каких-то полетах важен именно опыт твоей работы, то есть как летчика, пилотирование самолетов, чувство самолета, если сказать. Субтитры создавал DimaTorzok